Десна ТВ Десногорские спортсмены достойно выступили на первенстве ЦФО по боксу. Могли бы выступить и лучше, если было объективным судейство. Это мое заключение. Количество участников международной акции «Сад памяти» ежедневно растет. В экологическом марафоне принимают участие и десногорцы. Колокольный звон раздался над местом, где весной 1942 года погибли 19 мирных жителей села Серебрянка. Здесь 5 мая 2021 года активисты города заложили аллею, включив эту территорию в географию международной акции «Сад памяти». Мы должны помнить и чтить память наших предков, которые пали за наше светлое и хорошее будущее. В посадке деревьев приняли участие волонтеры Победы, представители администрации и молодежного совета. В поддержку акции также выступило лесничество города Десногорска. Совместно со службой благоустройства оно предоставило для будущего «Сада памяти» 15 рябин. Мы сегодня посадили прекрасную аллею из рябин. Знак отдать дань памяти людям, которые отдали свои жизни за то, чтобы сегодня мы жили так, под мирным небом. Международная акция «Сад памяти» призвана сохранить подвиг предков и историю страны. Увидеть общее число городов и стран-участников можно на официальном сайте акции. Среди них уже появился и Десногорск. Совсем скоро на интерактивной карте отметят и новую аллею. Наш город отмечен на Всероссийской карте, когда просвещена всей этой акции. И точками, конечно. У нас уже состоялась первая очередь. Недавно совсем высадили деревья во дворах дома. И сегодня мы здесь, в памятном месте. Также в этот день на месте трагедии провели международный субботник по благоустройству памятных мест. После уборки территории участники возложили венки к мемориалу. Мы очень часто собираем отряды наших школ, дабы показать всем и каждому данное памятное место. Ведь мы когда-нибудь уйдем, а нам нужно будет это передать нашим потомкам. В акции «Сад памяти» может принять участие любой желающий. Посадив дерево, можно самостоятельно отметить его на всеобщей карте на сайте акции. С 19 по 24 апреля в городе Борисоглебск в Воронежской области проходило первенство Центрального федерального округа России по боксу. В соревнованиях приняли участие почти 200 спортсменов в возрасте 13-14 лет из 17 регионов России. В честь Смоленщины защищали 13 человек, четверо из которых из Десногорского клуба «Ринг». Десногорцы выступали в непростых конкурентных условиях. Двое выбыли во время предварительных поединков. Ведущий боксер клуба «Ринг» Егор Лаухин в полуфинале не смог противостоять опытному спортсмену из Белгородской области. В результате занял почетное третье место. По мнению тренера Николая Незамаева, техника и боевой дух его подопечных находятся на достойном уровне. А результаты могли бы быть лучше при более объективном судействе. Пока у нас не будет своих судей на таких соревнованиях, нам будет очень трудно побеждать. 29 апреля в стенах родного клуба спортсмены были награждены призами. Награды получили Денис Березовский, Михаил Раков и Егор Лаухин. Руководство клуба благодарит Смоленскую АЭС и Первичную профсоюзную организацию станций за помощь в организации поездки. На этом выпуск завершен. Всего доброго!